Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую на основных каналах Нейроведьмы, сегодня на основных каналах Нейроведьмы Мне тут подсказали, что, оказывается, я вас приветствую ещё и на основных коврах Нейроведьмы Ну, как бы, как там, собственно, как там и быть Что-то мне кажется, что у меня не очень ровный кадр Ну ладно, это уже бог с ним Так, о чём, значит, будем говорить сегодня на моём ковре? Знаете, я хочу просто сделать расклад в поддержку вот этого группового мендорства Которого я запустила, об этом я даже видео отдельное сняла Даже, о боже, сняла с лицом Хотя у меня вечно проблемы с настройкой освещения И как-то я всегда считаю, что я лучше в жизни выгляжу, чем на всяких фотографиях и видео Но это ладно, это мои, как бы, драканы Вот, видео я вам сняла И я там подробно рассказала И я такая думаю, а что я ещё, собственно, могу сделать для тех людей, кому это актуально и интересно Как улучшить, да, там, качество тех продуктов, которые я даю И я подумала, что можно же снять ещё вам поддерживающие расклады Вот, например, в качестве спойлера у нас сейчас активно идёт неделя Где мы примеряем различные маски на себя Различные социальные роли, маски Бродячие артисты Ну, просто, как бы, чтобы понять, где мы себя врём с вами Такая вот история Вот, и я хочу снять расклад на теневой колоде Называется он «Зеркала» И, наверное, это в помощь для того, чтобы вы могли немножечко отрефлексировать Где же вы себе врёте Какие зеркала, которые показывают вам жизнь, вы не видите Похоже ли это на тени, но это не совсем Вот, история про тени Это, скорее всего, опять же, про вымышленное я, да Про ту жизненную стратегию, которую вы транслируете в мир Что это всё проявляет И, собственно, дам совет по этому поводу Колода теневая, поэтому как-то сказать о том Что там будет всё очень светло и радостно Как, например, на Гуд Таро, да Там, где даже смерть, трансформация То здесь я вам и такого не обещаю Соответственно, хотите присоединиться в марафоны Там есть видео со всеми ссылками, комментариями и так далее В общем, это просто плюшка для тех, кто арканы проживает По поводу проживания арканов тоже многократно говорила Практически в каждой болталке есть информация Вот, я сегодня не буду сильно заострять внимание Однако хочу сказать, что намерена такие раскрасить Ваше лето яркими красками Понятно, что раскрашивать будете вы, а я там просто расскажу, где что взять Ну вот, какой у нас в итоге получается результат Ну и всякое такое Так, поговорили, в общем, по этому поводу Давайте уже непосредственно смотреть сам расклад Напоминаю, что это хоррор Вот, колода теневая А сейчас, по-моему, ещё какие-то колоды, которые похожи на хоррор Вроде как выходят в печати Сейчас следила за одной, а потом как-то внимание переключила Надо посмотреть, ну, она была в предзаказе Вполне возможно, что сейчас она уже появится в продаже Если, конечно, её не отзовут Ну, то есть, она тоже очень похожа на эту колоду Но я не видела её, я увидела только анонсы Пред, да, превью Так, ладно Давайте, красная колода на красном фоне Будем раскладывать сегодня с вами красную колоду на красном коваре Помните, как в страшилке, да? В чёрном-чёрном городе, да Чёрная-чёрная машина У нас будет с вами в красном городе красная дверь В красном городе красная дверь Сейчас такая была, такая пасхалочка к вселенной астралу Насколько я знаю, кстати, скоро выйдет Какая уже там по счёту часть Ну, то есть, если вы любители ужастика То это вот такая вот красивая пасхалочка Про красную дверь Что же скрывает наши зеркала? Что же скрывает наши красные двери? Раз у нас тематика, да, с вами красная Всё в инфобоксе время начала вашего видео Что получится, не знаю Расклад абсолютно потоковый Всю информацию, которую вижу, сообщу Ну, в рамках разумного, конечно Так, ну и, конечно же, я прошу вас обратную связь Потому что мне это важно Это всё социальные игры И вот эти вот все лайки, колокольчики Подписки на канал Это всё очень важно Потому что это повышает канал в рейтинге Ну, я не могу сказать, что это мне прям вот лично важно Да, потому что я не гонюсь как бы за количество Мне очень важно, чтобы та информация, которую я вам доношу А я уверена вообще в её сумасшедшей, драгоценной ценности И в ценности тех источников, да, с которыми я работаю И мне очень важно, чтобы вы тоже это всё ценили И понимали, что если вы эту информацию воспринимаете У вас вполне возможно достаточно высокие энергетические доступы Потому что бывает такое, что я обещаю в потоке А потом не совсем даже помню, о чём говорю Ну, такая, да, примерная история Вырисовывается Вот, а в деталях я вообще мало что помню Поэтому это всё такое потоковый Да И, собственно, на этой прекрасной ноте Соседи начинают двигать мебель Я что-то в последнее время, знаете, прям активно Чувствую вмешательство в своё пространство Со всех сторон, по сути Работа, люди отвлекают, понимаете Сейчас я пытаюсь сосредоточиться На потоковой истории для вас Соседи мебель начинают двигать, понимаете Засыпаешь там что-то Соседи начинают выяснять отношения Ну, что-то вот такое Ты чувствуешь постоянно какое-то прям вмешательство Люди прям торопят Вот что-то всем всё сразу надо Я всегда такие периоды расцениваю Как информация, которая должна прийти ко мне достаточно быстро Либо я сама её, собственно, торможу Да, либо просто вот мне подсказывает Что будет какое-то прям Наверное, продавливание даже пространства Потому что должна прийти какая-то информация Ну, это у меня так Может быть, у вас как-то по-другому Ну, явно какая-то энергия по восьмёрке жезлов закручивает Ну, это хорошо, кстати Это вполне может говорить о том Что, может быть, чистки какие-то хорошо прошли, понимаете Может, правда, повышение уровня Может, ещё о чём Вот, так что на энергию не жалуемся Но понимаем, что всё в жизни может стремительно меняться Раз такие знаки, да, вокруг происходят Вот, я вам просто рассказываю, как на вас настраиваюсь И явно тоже ловлю, да, сейчас чью-то энергетику Которая про какие-то стремительные изменения Да, и кто-то сейчас захочет просто поставить мне на два с половиной Потому что я для вас слишком медленно говорю Хотя мне кажется, что очень даже немедленно Чего-то хочется прям каких-то прорывов, да, ребят? Ну, такая вот у нас энергетика сегодня Первый камень белый, прозрачный Второй розово-белый, непрозрачный И, соответственно, третий фиолетовый Нежно-фиолетовый, сиреневый Сиреневая луна, аметисты Ну, то есть, такая у вас, может быть, красивая ассоциация Опять, по-моему, да, тренд сезона Сиреневый Ну, замечаю это всё Фиолоково-сиреневый Дай Бог вам здоровья Ребята Всем вам И, в частности, моим соседям Окей Просто есть определённые сложности Я же снимаю одним дублем Поэтому я сейчас не буду останавливаться И прошу прощения, если это будет отвлекать Это же мне ещё меня отвлекает И прям начинаю немножечко по этому поводу Кипеть Ой, если я киплю Вот, что-то у них с работой перекружится Немножечко с этим передвижением мебели Сейчас мы намерение перенаправим Чтобы оно нам не сильно мешало Камень выбирайте, пожалуйста, свой Белый прозрачный Розово-белый И, соответственно Аметистово Прозрачно-фиолетовый И мы смотрим В зеркала Смотрим в зеркала вашей жизни Что вы отражаете Что отражается в них И напомню, что Зеркала из-за зеркалей В частности Это искажённая информация Ну вот, как-то так Ну что? Привет Единички Вам кажется, что вы такие классные Вы такие хитрые Привёрнутые Королевы чаш Моя интерпретация Это как усугубление Негативных значений И вот сейчас Как бы вас так показывают Ну, бывает такое Что мы на самом деле Прекрасные Кроткие Романтичные Но Это наша уязвимость И поэтому мы играем Соответственно В эти роли Холодные Беспринципные Женщины Да, королевы мечей Условно Потому что там Очень похоже Энергетикал Перевёрнутые чашки Перевёрнутые чашки Там просто Вижу цель Не вижу препятствий Собственно Да А мечевая королева Перевёрнута Она и токсичная Очень жёстко Принимает решения То есть вот этой даме Королеве чаш Всё равно Кто там учил Будет какие решения Принимать Вот я хочу И всё Да Вы не полож А соответственно Если Тебя это не даёт Мы начинаем тупо обижаться Ну это просто На дне колоды Скорее всего Как движущий мотив Определённый Ну давайте Смотреть Первую карту Это говорит о том Что Какие зеркала Сейчас В вашей жизни Которые Собственно Вы не замечаете Что Что-то отзеркаливаете Как это может проявляться Например Какие-то качества Люди Которые вас здесь И вы такие Аня Я никогда Такой не буду Никогда Такой не буду Что там Ваша жизнь Сейчас проявляется Да Что вас сейчас Триггерит Давайте так Что сейчас Триггерит Ну По семёрке Пентакли Наверное Это какой-то момент Ещё Определённой Такой Прокрастинации Ой Могу много Говорить По семёрке Пентакли Много информации Идёт Но я Стараюсь Сокращать Ну Давайте так И поскольку Я сегодня В образе Несколько Токсичного Аэрофанта Вот этого Американского Проповедника Сериал Возьми свет И здесь У нас Могильный Плит И при том Как бы Семёрка Пентаклей Ну Вполне Возможно Конечно Они Хотят Да Чтобы про них Вспомнили Да Ну Семёрка Пентаклей Здесь Наверное В таком Неком Формате Забвения Потому что Мы же понимаем Что энергия Там сильно Не течёт Там достаточно Спокойно И размеренно При этом Всё равно Там что-то Есть Да Там что-то Живое Скорее всего И вот оно Прорвётся И будет Зомби-апокалипсис Или я не знаю Там Чёрный властелин Придёт в мир Или там Не знаю Наоборот Собственно Какой-то страшный суд От христианского эгрегора Это всё ещё шутки И метафоры И не воспринимайте серьёзно Ну в общем Там есть жизнь Соответственно Но она зреет сейчас Это такой процесс Внашивания И соответственно Что бы сейчас Может бесить Когда люди Ничего не делают Когда вам кажется Что они ничего Не предпринимают Да Но при этом У них например Есть потенциал Да Ну как ты можешь Ты такая красивая Вообще Почему тебе сложно Найти значит Мужика Потому что В нашем восприятии Там есть красивая женщина Тем более Вот она там Владает теми ресурсами Например Которых нет у нас Вот ей проще по жизни Или там Ты же такая умная Чё такая бедная Да То есть вот Здесь Ещё наверное Некий момент Когда Мы навешиваем На других ожидания Да Какие-то Ещё Ещё Собственно Видимо Относительно Себя На нас Навешивали Поэтому Как бы Это зеркальная ситуация Потому что Вот ощущение Что нас много ждут Соответственно Много ждут Нам кажется Что Чем больше жду Тем соответственно Чём на более высоком уровне Я нахожусь Тем ответственности Там больше И с одной стороны Это конечно правда Да Но только отчасти Потому что Энергии-то у тебя Тоже больше Соответственно Да Линии вероятности Больше И знаешь Это не всегда Про ответственность Вот И вот эта вот Семёрка Пентаклей Когда вот мы её видим Да Это скорее всего Именно про то Что Посмотри какой Классный потенциал У человека А он делает примерно ничего Или Это прокрастинация Или это имитация Бурной деятельности Вот такая вот у нас Сегодня с вами Семёрка Пентаклей Да Понятно о чём говорю Потому что Здесь не мёртвая земля Послушайте Там что-то у нас Уже рождается Да Возможно Собственно Как-то Вот эти все товарищи Да Они Условно Пробудятся Вот Если я читаю Для эзотериков Я конечно не хочу Но я скажу здесь Пару слов Это скорее всего Про то Что Вам сейчас В пространстве Будут попадаться Люди Которые работают Ну я не люблю Это слово Нише астрал Ну просто Да С астралом Там Может астральные путешествия Может ещё что-то И здесь наверное Такой момент Что может быть Вам кажется Что некие-то Крутые Да Вы бы хотелось Тоже Но пока Потенциал Не раскрыт Потому что Ну в любом случае Это карта Про раскрытие Потенциала Да То есть получается Что вы не хотите Посмотреть Что у вас у самой Или у самого Потенциал не раскрыт Но вы это в людях Видите и говорите Потому что вам Почему-то кажется Что им достаточно Легко раскрывать Потенциал Вот же Я же знаю Как тебе надо Я тебе могу помочь Да А по факту И может быть Мы даже и помогаем Им это делать Вот А по факту Мы забиваем на свой Это очень тоже Важный момент Да Что же нам могут Транслировать Подобные зеркала Да Понятно Объясняю Кем вас видят Окружающие люди Интересно Кем вас видят Окружающие люди Я не знаю Это истинно Или ложное Ваше Да Но это вот то Что вы транслируете Да Вот вы смотрите В зеркало И по факту Вы вот это Маску вы эту надеваете Или не осознаете Или вы с этим Всем срослись Вы вот это Транслируете В мир Вот это Считывают люди А люди Считывают Действительно Вас Как Хитрого Достаточно Человек Потому что Обратите внимание Здесь конечно Тройка жезлов Но Наверное Вас побаиваются Потому что Вы научите Плохому Или чему-то Странному Или собственно Пообщавшись С вами Может быть Другого пути нет Такая интересная Тройка жезлов И тут такая Знаете ли Женщина Сюрпризы Вот правда Знаете Как-то Вы для человека Не знаю Как выход Из зоны комфорта Вы для человека Как искушение Определенное Но опять же Не по дьяволу А как будто За взаимодействие С вами Да Придется платить Это мне сегодня Девчонки Подарили Очень интересную Метафору Он говорит Боженька Гугла Не знаю Темные боги Подскажите Пожалуйста Как собственно Мне научиться Быть энергией Да Научиться Обладать Таким лицом Да Когда входишь В круп Мужчина Вообще И Они на тебя Смотрят И понимают Вообще Что они просто Должны За факт Твоего присутствия Вот есть такое Вы скорее всего Это транслируете Что я настолько Ценный Или я настолько Классный Что соответственно Как-то Если вы тут Рядом со мной Ребятки Вам очень сильно Повезло Да То есть Это я Снизхожу Для того Чтобы общаться С вами Вы это прям Сильно транслируете Здесь конечно Людей могут Сжиматься Немножечко Яйки Потому что Собственно Как будто За то Что они получают От вас Они должны Отдать Сильно больше Вот И еще Вот такой Очень важный момент Что если с вами Взаимодействовать То есть вы даете Может быть Какие-то советы Протекции Там еще Какая-то история Вот А человек Потом Подсаживается На чувство Вины Если он Не делает Так Как вы сказали Вот Вот есть Такое Поэтому Десять раз На самом деле Подумает Прежде чем Брать вашу помощь Поддержку И так далее Потому что Понимает Да Что просто так Отфутболить ее Как собственно Да Всякие игрушки Там в секшопе Вот это Пинать Короче У него Не получится Потому что Он это Если сделает То ему Извините Меня прям Звезда Во лбу Во лбу Как будто Знаете Под лазером Под наблюдением Под контролем Сразу Ну при том Слушайте Здесь нет Вот этой Энергии Какого-то Материнства Теплого Здесь что-то Такое Что Если ты Накосятишь Тебе придется Отвечать И поэтому Собственно Возможно Люди боятся Здесь Отвечать За это Все Ладно Давайте Смотреть Дальше А кто же Вы на самом деле Вы это Показываете Значит Кто же Вы на самом деле Интересно Мне очень Интересно Очень интересная Личность Моя Прекрасная Как-то Девочка Знакомая Сказала Аня Я раскладную Самооценку Первый вариант Прям на репите Короче Это Так Про меня Я такая Довольная Как слон Вообще Maybe Maybe Я же стараюсь На самом деле Вот эти все Перформансы Таро Да Это наверное Даже Какой-то Мне хочется Чтобы это Как элемент Искусства Может быть Считывалось Понимаете Чтение Потому что Мне кажется Что чтение Таро Действительно Может быть Увлекательным Вот А не как Мы да Привыкли Торжественно И печально Что кто На самом деле Безголовое Существо Абсолютно Вас несет Вас реально Может нести Нести Знаете В убежденности Да В своей вере Может быть В убежденности Правильности Своих эмоций Что еще По рыцарю Ты чаш Мы же видим Что всадник Без головы Да Вполне возможно Что вы там Не отдаете себе Отчет Мы же там Поэтому Как бы Видимо Вас бесит По семерке Пентаклей Вот этот момент Затянутости Ожидание Потому что Вам нужно Все и сразу Очень много Энергии Ну вот Видимо Вот эта энергия По восьмерке Жезлов Да Поэтому Соответственно Вас бесит Залипание То есть На самом деле Живость То есть Но хочется На самом деле Все и сразу Вот сейчас Вот вы такой человек Очень много энергии При этом Зима кубковая Да По голове Себо стучить И В качестве Спойлера Ощущение Что Ты как будто Запускаешь Определенные Деструктивные Программы На это все Да Знаешь как говорят Что поспешишь Людей Насмешишь И Я конечно Буду хохотать Противненько Так Знаете Хихикать Если окажется Что вот эта Вся история По семерке Пентакли То есть Вы транслируете Определенную Медлительность Да Степенность Еще что-то А так-то Вы Тут у меня Собственно Да У кого там Крылышки были На сандалиях Помним Меркурий Могу ошибаться Вот вы собственно Прям вестник Проводник Информации Она очень быстро Идет Понимаете Очень быстро Идет Если действительно Мы сейчас Про какую-то Информацию Говорим Вообще Ну не знаю Одна из миссий Да Там трансляция Информации Потому что Вы тут дверь Открываете Да По тройке Жезлов Все-таки Ключи Возможно Какие-то Даете То Как будто Вы сами Замедляете Процессы Как будто Сами Замедляете Процессы Мне вот Эта История Знаете Что еще Напоминает Я же сейчас Активно Планирую Весьма Своеобразное Путешествие В один из Красивых Городов Ну соответственно В рамках Трансформационной Программы И Есть такой Красивый Ритуал Как Танец Дервиша Если его Слышали Ну вообще Считается Что Самый Классно Танцующий Дервиша Это конечно Конья Тут я конечно Могу очень много Рассказывать По этому поводу Но есть Менее Классно Танцующие Они значит В других Городах Турции И Смысл В том Что Танец Дервишей Это Ежи Еще И Определенное Мистическое Событие Крутятся Они Против Часовой Стрелки И Соответственно Я читала Комментарии От Одной Типа Просветленной Женщины Которая Говорит О том Что А нас Учили В женских Кругах Крутить Энергию По Часовой Стрелке А дети Не крутят Против Часовой А моя Учительница Сказала 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 Они Таким Образ Могут Слить Всю Свою Энергию Ну Типа Раскручиваться По Часовой Стрелке Или Против Часовой Стрелки А не Против Часовой Соответственно И Есть Еще Версия Что Они Как будто Скручивают Время То есть Время Вспять Могут Повернуть Конечно Мистическая Вся Эта История Безусловно Вот Но То Что Они Это Делают Трансом Состоянии Что Нужен Мощнейший Вестибулярный Аппарат И Одежда Достаточно Тяжелая Эти юбки Они Прям Раскручиваются Может Вы Видели Посмотрите Это Кручение Не знаю Юбка Более Четырех Килограмм Понимаете Весит Вот И Это Действительно Очень Красивое Мистическое Событие Под Определенную Музыку Трансовое Состояние Это Вы То С одной Стороны Это То Что Вы Делаете Оно Медленно Да Но Вы Закручиваете Энергию Вы Закручиваете Вот эти Воронки И Здесь Это Нужно Понимать Что Скорее Всего Вы Тут Можете Конечно Закрутить Пространство Потому Что То Что Я Сейчас Смотрю Это Вроде Смотрите Медленное Такое Движение Медленное Раскручивание Энергии Медленное Раскручивание Энергии Вот Потому Что Скорее Всего Вы Боитесь Быстрее Крутить Потому Что Если Вы Быстрее Соответственно Крутить Эту Карусель То Все Там Вылетели И Проблевались Извините Вот Такой Нюанс Есть Определенный А Хотелось Бы Быстро Хотелось Бы Быстрее Крутить Или Например Вы Хотите Управлять Машиной На Большой Скорости А Там Ваши Родственники Кричат Тише Нас Всех Убьешь Веди Пожалуйста Аккуратно А так Хочется Конечно Просто Разогнаться Может быть Вы любите Ездить Рядом С вами Никого Нет Пол Педаль Музыку И все Есть Ощущение Что Вы летите В пространстве На какой-то Сверхквантовой Скорости И вы бы Правда Могли лететь Котики Мои Но Когда Мы Летим Вот Рядом С нами Никого Нет А вы Всех Тащите За собой Понимаете А вы Вот Это Все Тащите То есть Моя Скорость Движения Она Сильно Быстрее Чем Те Кто Рядом Со Мною А я Так Смотрю Думаю Боже Когда Вот Эти Опоздавшие Подтянутся Поэтому Как То Может Вам Не Нравится Быть Проводником Потому Что Это Про То Что Приходится Подтягивать Остальных Или Например Вам Не нравится Руководить Людьми Потому Что Вы Понимаете Что Ими Нужно Именно Руководить А Вы Боже Психанули Сами Все Сделали Ну Да Есть Такое Интересно Да Конечно Начали Собственно Про Маски Ну Вот Это Вот Если Вы Сами Замедляетесь Да Лишний Раз Это Ваша Маска Это Скорее Сего Чтобы Подождать Отстающих Давайте Как Вам Себе Увидеть В принципе Я уже сказала Как Вам Себе Увидеть Да Давайте Допом Просто Вытащу На Рыцаря Чаш Может быть Как Этот Рыцарь Чаш Проявляется Как Вам Себе Увидеть Нет Вы Молодцы Вы Схватываете Информацию Так Что Мне Не Нужно Тащить Дополнительные Карты Я Так Люблю Вы Мне Так Время Экономите Слабых Соответственно Еще Как Это Делаете Паш Чаш Вот Такой Паш Чаш Здесь У нас Вот Вы Вроде Как Черпеливые Достаточно Ребята Но Тупых Не Любите Абсолютно Этих Тупящих Когда Они Оттупляться Еще Что Чаш Да Такой Чертик В табакерке Тут Есть Конечно Надменность Боже Слушайте Там Такое Чувство Превосходства Вот Ощущение Что Если Вам Дают Власть Над Кем То Вы Всячески Просто Расскажете Какой Они Овно Это Будете Делать Достаточно Тонко Но Все Все Поймут Все Все Поймут И Сейчас Шучу Конечно Но С такими Скиллами Вам Прямая Дорога В психотерапию Токсична Или Например Вот В этих Бородатых Блогеров Понимаете Которые Вещают Шортс Всякие Тиктоки Собственно Те Мужчины Которые Рассказывают Женщинам Что они вроде Как на их стороне Но при этом Обращаются Как я не знаю С какими-то Домоработницами Домохозяйками Каким-то низшим Сословием Еще без Головного Мозга То есть Прямо Транслируют Что ты курица Я тебе жизнь Не научу И То Если Вас Эта Вся ситуация Тригерит У меня Дико Тригерит Я это Как бы Отловила Здесь Вот Это Есть Здесь Все Таки Вот Это Есть Какой Это Превосходство Может Какой-то Надмен Я же Не знаю Какие Конкретные Эмоции У вас Вываливаются По этому Поводу Но Такое Есть Все Такое Есть Ну В принципе Вас читать Достаточно Легко Есть Ощущение Что вы Видимо В принятии Своих Условно Темных Сторон Так Давайте Общий Совет Вообще По всей Этой Ситуации Все-таки Общий Совет Тут Наверное Момент Такой Что Меньший Интриг Семерка Мечей Смотрите Какая Интересная Если Соответственно Вы будете Честны По отношению К себе По отношению К окружающим Вас Будут Сильно Меньше Предавать Видим Ну Потому Что Вероятно Такая Ваша Жизненная Стратегия Ну Если Все-таки Мы Мечи Почитаем Не как Мечи Все-таки А как Воздух Знаете Какой совет Меньше Дурите Людям Голову Относительно Того На самом деле Какое Взаимодействие Вы с ним Хотите С ним Хотите С ними Хотите Потому Что Не совсем Вот Здесь Людям Понятно Что Вы От них Хотите И Они Очень Боятся Быть Обманутыми Вами И Несколько Поюзанными Тут Скорее всего Еще Какая Там Эта Тень Мошенника Не принят Ну Такая Интересная Ситуация Ну Вы Правда Как Вы В иллюзиях Относительно Себя Смотрите Сколько Семерок Вы мне Выкатили По сути Семерку Пентакли Семерка Мечей Вот Вы Прям Вот Этого Мага Транслируете Серия Все не то Чем Кажется А вот Когда Все не то Чем Кажется Людям Вот Есть Ощущение Что Вы Прям В В В В В воздухе Понимаете Переобуваетесь И Как Это Сказать Что Здесь Какой-то Момент Доверия Нет Все равно Есть Ощущение Что Вы Свою Выгоду Преследуете При этом Вы ее Получаете Еще и Собственно Стебете Как Тех Кто Вам Поверил Кто Вам Сердце Открыл Кто По отношению К вам Достаточно Искренне Как Будто Вот Людей Наказываете За Искренность По Отношению К вам Типа Нелюбивная Не Такая Да Я Не Диела С Траурным Винком Ничего Ты Обо Мне Не Знаешь Ну Вот Такое Все Потому Что На самом деле Вы Сами Не Знаете Кто Вы И Что Вы И Вы В этих Зеркалах Очень Сильно Запутались Вот Такая Вот История Ну Знаете В Магическом Мере Вполне Возможно Что Это Даже Про Оборотничество Может Быть Как Будто Вы Сами Бежите От Того Кем Являетесь Вот Такая Вот История Двоечка Ну Что Я Вас Приветствую Давайте Смотреть Происходящее С Вами Напоминаю Что Расклад Не Стандартный Вообще Не Помню Когда У Нейроведьмы Были Стандартные Ну Вот Это Тоже С Переподвы Подвертом Это Тоже Переподвы Подвертом Давайте Что Там На Дне Колод Это Собственно Как Возможно Как Внутренние Выгоды Да Быть В тех Зеркалах И маска Которую Мы Найдем Тут Вот Про Сдерживание Все-таки Энергии Видимо Желание Все Расхреначить Потому Что Это Расречаж Здесь Если Как Энергия Которую Мы Сдерживаем Здесь Я хочу Сказать Что Как будто У вас Есть Запрет На Проявление Поэтому Поэтому Там Накопилось Конечно Дай Боже Всем Столько Сколько Есть У вас Ну Я же Не знаю Конечно Что вы С ней Делаете Как Вы Трансформируете Во Что Соответственно Какие Стратегии Какое Поведение Потом Будем Складывать Пазл Почему Конкретно Что Ж Вас Бесит Когда Человек Будучи Взрослым Проигрывает Вам Позиция Обиженного Ребенка Посмотрите Какая Интересная Шестерка Чаш Шестерка Чаш Тут Конечно Лилии Растут Но Ребенок У нас Демонический То есть Может Быть Это Про То Что Надо Быть Хорошим А Потом Соответственно Сделали Козлом Отпущение И Вы Скорее всего Вышли Из Вот Этого Состояния Или По крайней Мере Вот Это Видите И Вы Как будто Не Позволяете Себе Сюда Вернуться В Какое Очень Сложное Детство Но Все Мы На самом деле Родом Из Детства Здесь Какой-то Момент Обиды Может Быть И Обиды На Родителей Но Родителей Вроде Как Обижаться Нельзя Или Может Аморально Физическое Да И Нельзя Об этом Говорить Потому Что Ты Сделаешь Больно Окружающим И Ребенок К сожалению Очень часто Сам Себе Винит В таком Подобном Происходящем Здесь Мы Будучи Ребенком Начинаем Типа Вести Себе По-взрослому Да То есть Из Каких-то Травмирующих Воспоминания В этой серии Что Я очень Рано Повзрослела Да Там Возможно Ранняя Половая Жизнь Да Уходы Из дома Соответственно Наркотические Вещества Алкоголь Да То есть Такие Разрушающие Программы Соответственно Потому Потому что Здесь У нас Программа Такая Деструктивная Что я хочу Себе Уничтожить Я хочу Себе Уничтожить Потому что Я не хочу Быть взрослым И С одной С одной Я пробую Я пробую Всякие Взрослые Вещи Потому что Мне Больно В детстве С другой С другой Страны Я не хочу Быть взрослым И вот Это момент Застревания Потому что Вы не там Не там Вы Собственно Уже Не ребенок Но еще Не взрослый И вот Это ощущение Что ты мечешься Да Вот как Между небом И землей Сейчас пытаюсь Просто говорить Очень простыми словами Вот дает Некое ощущение Подвешенности Еще Что может Давать Ощущение Подвешенности Это Препостнатально Короче Это травмы При родах Когда например Вы Пуповиной Там Обмотаны Еще что-то Да Там Моменты Асфиксии Или Многоводия В общем Когда ребенок Там Сдыхается Условно Это тоже Дает Определенные Энергии Повешенного Подвешенного Потому что Там собственно Как-то и выход Может быть Немножко на Другий уровень Сознания Да Потому что Ну ребенок Все Он уже Необычный Он уже Необычный Потому что Вот эта Инициация Когда он Действительно Полноценно Должен Должен В воздухе Ножками Условно Стоять на Землю Да Все Ты есть Ты пришел Этого Не случается И остается Вот это Подвешенное Состояние Которое Кстати Может еще Выливаться Различные Еще и Магические Травмы Кто я Что я Бесконечный Поиск Своих Эгрегоров Которые Тебе Приютят Самое главное Попытка Значит Постучаться В те Двери Которые Тебе Не открываются Это очень Часто Кстати Бывает Еще У темных Практиков Потом Видим Что Видим Эгрегор Не пропускает Энергетический Канал Не пропускает Люди В отчаянии Просто Творят Потому что Им кажется Что их примут Понимаете В этот клан Ковин и иерархию Не знаю Что Что мы там Для себя находим Там Секта может быть И Здесь как будто Мы сами беремся На слабое Доказываем Что если мы Сделаем Какие-то вещи Которые будут Характеризовать Нас как взрослых Нас туда примут Нам дадут Защиту Там Опору И Наверное Если вы В себе Это не принимаете Вот Вас будут бесить Люди Как раз В этой позиции Что они Не взрослые Не дети Как правило Всякая Деструктивная История Это странное Поведение Отсутствие Логики Осознанности Контроля Наши Взрослые Плюшечки Которые Мы получаем Когда мы Творцы Условно В своей жизни Потому что Ребенок Не является Творцом То есть Человек С такой Тенью Маской Подойдет Ко мне И скажет Что вы тут Несете Тетя Нейроведьма Потому что Я вообще Не понимаю О чем вы Говорите Сейчас Кто-то Прям Выдохнул Да Почти Вся Моя Аудитория Что Оказывается Можно Не понимать Да Естественно Конечно Можно Не понимать Но Круто Если Понимаете Потому что Это ключ К тому Чтобы Расстаться Словно С этими Нашими Кривыми Зеркалами И здесь Опять Моменты Заслуживания Любви Моменты Отверженности Что Я от любви Недостоин И скорее Всего Вас Будут Несколько Бесить Люди В состоянии Драмы Потому что Вы эту Драму Не разрешаете Не позволяете Она вас Очень сильно Разрушает Вот такой У нас Очень интересный Человек По второму Варианту Хорошо Поэтому Вас будут Штормить От Ярофанта До Дьявола Окей Давайте Посмотрим Что Видят Люди То есть Вы Что-то Транслируете Скорее Всего Не Осознаете Из-за Состояния Вас Бесят Такие Люди Потому что Вы Это Условно Не Хотите Видеть Замечать В себе Что-то Вы Из этого Берете В Свою Трансляцию Когда Вы Идете В мир Да И как Вас Воспринимают Соответственно Как Вас Воспринимают Вот Вроде Человек Себя Любит А Вроде Нет Да Потому что Карта Влюбленная И выбора Но Здесь У нас А была Ли Вообще Это Любовь Соответственно Может Быть Это Иллюзия Ну Наверное Мы знаем Да Психологические Момент Что Девочки Которых Отвергали Там Условно В детстве Они Становятся Условно Соблазнительницами Вот Есть Какое-то Определённое Искушение Которое Вы Транслируете Люди Ну Может Быть Я Сейчас Общаюсь С теми Девочками Мальчиками Прекрасными Которые Надевают Определённые Маски Да В Сексуальной Близости То есть Они Показывают Не те Кто Они Ну Кем Они Являются На самом деле Показывают Определённую Маску Просто Бонус Вы Смотрите Карта Влюблённые Да И Десятка Чаш А тут Как-то Кровь У нас В кубках Поэтому Мне эта Колода Очень Близка И я Говорила Вам Для Господ Практиков Что Как я вам Сказала Господ Практиков Кто-то Ко мне Пришёл С высоким Уровнем Круто Спасибо Здорово А Про то Что Собственно Кубки Это Кровь Это Кровь Слушайте Может Здесь Конечно Определённая Родовая История Но Мы туда Не полезем Да Сам Факт Вообще Что Посмотри Как я Транслирую Сколько Во мне Воды Этих Кубков Соответственно Да Как я Пытаюсь Затопить Тебя Своими Кого-то Вайбы С женственностью Кого-то Сексуальностью Кого-то Ещё Смотря Кто Меня Слушает Здесь Прям Кубки Которые Мы пытаемся Затопить И Извините Меня Кубков Здесь кот Наплакал По-честному Мы На самом деле Раскачиваем Эмоциональный Фон И скорее всего Раскачиваем Эмоциональный Фон Об очень Холодных Людей Да Потому что Нам Нужно Нужно Вернуться В это Зеркало Пострадах И Драмы А через Какое-то Время Мы Тоже Становимся Типа Вот этим Холодным Человеком Условно Потому что Видимо Не получаем На такое Огромное Количество Кубков Которые Мы готовы Выплеснуть На первую Встречную А поперечную Да Обратную Связь Но это Уже Следующий Уровень Доступа А мы Сейчас Пока Только Вот здесь Я Тебе Докажу Что Я Сексуальная Я Тебе Докажу Да И как Доказываю Хочется Конечно Задать Вопрос Зачем Через Дьявола Да Ну Опять же Это Вот маска Да Проявить Себя Такой Вот Гейш Нет Это Не гейш Это Уровень Чуть Чуть Пониже Потому что Пока У нас Есть Шестерки Чаш Ожидается Там Сильно Меньше Осознанности Ну Собственно Вот эти Все Энергии Суккубов Инкубов И есть Ощущение Что Они вам Не чужат Потому что Вы Это Внимание Получаете Ладно А кто Вы На самом Деле Сейчас Конечно Половина Второго Варианта Резко Захотела Покурить Что То Вас Отвлекает Мамы Любовники Звонят Внезапно Воскресшие Из Бана Потому что Вы Не хотите Смотреть Кто Же Вы На самом Деле Нет Я Не Программирую Просто Чувствую Что Хочется Уйти С Этого Неинтересного Кино Да Саботируйте Что Это Должна Перевернуть Есть Такое Мандраж Саботаж И прочие Красивые Французские Слова Ну Не знаю Мне кажется Вы в хороводе Кружитесь С Первым Вариантом Кто На самом Деле Собственно Человек Который Сохраняет В себе Только Какие Злые Истории Сейчас Посмотрю Мне Нужен Доп На Семерку Мечей Кто Вы На самом Деле Оборотень Может быть О чем Здесь Семерка Мечей Умеренность Это Скорее всего Прикидываетесь Ангелом А на самом Деле Абсолютно Вы не Ангел Абсолютно Вы не Ангел Потому Потому Что Вам Нужно Отомстить За то Как С детства Соответственно Обижали И вот Мы Пошли Качать В себе Условно То что Мы Гасили То что Мы Не Раскачивали Вот эти Спрятанные Нюансы Наши Пошли Качать Ну Собственно Показывайте Что Ангел А на самом Деле Вообще Нет Смотрите Семерка Мечей Карта Умеренности При этом Да Еще Давайте Бонусом Как бы Карту Конфликта Что Вы Делаете Вы Сталкиваете Людей Лбами Сталкиваете Людей Лбами Какие-то Опять Интриги Скандалы Расследования Видимо Рядом С вами Постоянно Что-то Такое Случается Одна Бабка Сказала Может быть Это Некий Момент Из Злословия Да Может быть Это Некий Момент Из Собственно Сплетен Но Вы Сталкиваете Людей Лбами Вам Это Очень Нравится Делать Потом Вы Пытаетесь Переобуться Что Это Не Я И Вообще Собственно Благими Как будто Намерениями Вы Как будто Сами Благие Намерения На самом деле Роете Сами себе Яму И скорее всего Периодически Туда Попадаете Но Вы Искренне Не Понимаете Почему Вы Там Потому Что Вы Просто Хотели Делать То Что Вы Хотели Короче Условно Какая Такая История То Есть Капризный Ребенок Мы Запрещали Сейчас У него Есть Возможность Проявляться И Соответственно Когда Он Творит Какую-то Херню Извините Меня Ему Говорят Слышишь Ты Ты Пойми Что Ты Будешь Отвечать Ну Это Все Слезы Обиды Падает На Пол Короче Начинает Истереть Вот Такая Вот Позиция По Второму Варианту Так Что Смотрим Совет Да Так Интересно Что Кажется Перевернутый Выпал Попридержи Коней Пожалуйста Пожалуйста Попридержи Коней Это Очень Важно Даже Карту Не Буду Переворачивать Вдох Выдох Мы Успокаиваемся Там Квадратное Дыхание Или Что-то Такое Да Давай Придержи Коней Еще Один Совет Нейроведми Сейчас Возьму Тебя Сюда Придержи Коней Ну Что Относительно Того Кто Ты Есть На самом деле Что-то Дьявол Боже мой Нет Врать Не надо Тут Скорее Всего Это Будет Выскальзывать Из тебя Выскальзывать Дьявол Императрица Что у нас Еще Двойка Мечей Слушай Можно Можно Выгуливать Свою Тень Но Пойми Что Это Может Завести Тебя В Такие Дебри Лабиринты Где Ты Просто Уже Перестанешь Отдавать Отчет Где Это Настоящий А Где Собственно Какие-то Либо Твои Придуманные Истории Либо Силы С которыми Ты Взаимодействуешь Начинают Тебя Юзать Уже Непосредственно Отдельно Для тех Кто Собственно Работает С миром Мертвых Есть Ощущение Что Это Либо Какое-то Нарушение Кодекса Потому Что Привет Смерть Пятерка Мечей И Карта Шута Где-то Пошло Нарушение Техники Безопасности Ну Есть Ощущение Что Может Сны Какие-то Может Еще Что-то Короче Привет Передает Активно Для тех Кто баловался Да Со Спиритическими Досками Что-то Притащил Потому Что Правда Вы Тут Такое Ощущение Что Как Порталами Определенными Можете Быть Вы Кстати Почему Еще Говорю У нас Просто Расклад Про Зеркала Правда Есть Такое Что Вы Можете Либо Зеркалами Работать Либо Что-то Опять Какая-то История Про Порталы Идет Короче Мне кажется Что Нужно Почистить Энергетику Тех Зеркал Которые Рядом С Вами Ну Физический Зеркал Кто К вам Я Могут Из Зеркал Переходить Да Да Вы Типа Это Знаете Вы Типа Это Знаете Такая Позиция Ручка Ну Что Я Вас Приветствую Давайте Смотреть Происходящее С вами У меня После тренировки Прям Состояние Какой-то Физической Усталости Мне Говорят Хе-хей Надо Выпить Скажите Что-то С кофеином Еще что-то А я считаю Что-то Насилие Над организмом Потому что Это логично Что ты Устаешь А если Ты сейчас Еще Просто Дополнительно Себе Зарядишь Этим Кофеином Там Чем-то Еще Гинкобелоба Имбирь Организм Получается Еще Берет Ресурсы А потом Просто Сваливается В лёжку Я же правильно Говорю Дайте мне Знать В комментариях Потому что Для меня Это Ровно Такой Способ Взаимодействия С энергией Когда Ты на Подсосе Условно Но ты Все равно Берешь У себя Взаимы Знаешь Как эти Ресурсы Свои Черпаешь Просто Доел Борщ Короче Но все равно Уже Шкрябаешь Ложкой Под Понимаешь Что-то Есть Такое Я Поняла О чем Я это Говорю Все Пока Карта Не Перевернула А есть Такая Штука Доколебаться Вы Можете Вы Можете Колебаться Прям Можете Когда Дети Хотят Все Знать Окей Что Что Собственно Бесит В людях Что Вы Не Видите В себе Ну То есть Такое Знаете Зеркало Которое Что-то Отзеркаливаете Оно Вам Не Нравится В людях Соответственно Вы Это В себе Не Видите Вот Ой Как Интересно Ктулху Да То есть Короче Нам Не Нравятся Люди Ктулху А Мы Сами Ну Вы Знаете Для Меня Вот Здесь Карта Мира Она Про Масштабы Про Власть Соответственно Про Возможно Какое-то Жесткое Принятие Решений Как Я Сказала Так Все И Будет Как Я Сказала Так Все И Будет Я Расскажу Как Это У меня Может Проигрываться Может Это Поможет Это Не Так Чтобы Личная История Это Про То Что Я Терпеть Не Могу Менторский Тон Когда Пытаются Командовать То есть Отдавать Мне Команды Я Что Собака Что Ли И Я И Не Надо Мне Дрессировать Это Вот Просто Триггер Когда Начинает Со Менторским Тоном Кто-то Говорить Он Сразу Идет Понятно Куда Человек Так Проявляется В моей Жизни Это Какой Быстрый Бан Все И Меня Это Всегда Бесит Но При Этом Я Прекрасно Понимаю Что Когда Я Работаю С Человеком Именно Мой Мендорский Тон Дает Максимальный Результат Это Понятно Что Наверное Я тоже Точку Зрения Схватила Но Вот Здесь Вот Такая История По Карте Мира Что Такие Люди Могут Действительно Бесить А могут Бесить Люди Которые Захватывают Пространство То есть Там Стоит Что В очередь Приходит Какая-то Женщина Корпулентная Начинает Всех Расталкивать С им Корпулентностью Своей И Те Это Бесит А она Подошла Собственно И Как-то Взяла То Что Ей Надо А все Остальные Бесправные Такие Стоят Скорее всего Бесят Люди Которые Вернули Себе Права Проявляться Внимание По отношению Там К себе Их Какая Фифа Какая Королева Будь Как Все Не Высовывайся Эти яркие Дерзкие Наглые Люди Они Вас Бесят Потому Что Это Скорее Всего Как раз То Чего Не Хватает Сейчас Я Еще Посмотрю Как Оно Проявляется Это Не Говорит О том Что Если Я Например В себе Принимаю Менторский Тон Меня Это Не Перестанет Бесить Потому Что Я Просто Знаю Даже Когда Я Общаюсь И Нужно Срочно Получить Информацию Я Говорю Так Мы Это Делаем Мы Это Не Делаем Если Ты Делаешь Так Ты Получаешь Вот Так Результат А Если Ты Так Не Делаешь То Ты Получаешь Так Результат То У меня Алгоритм У меня Конкретика Я Такая В Работе Я Понимаю Что Это Энергия Императора Но Собственно Когда Люди Будут Со мной Говорить Это Очень Быстрый Бан Я Такое Могу Разрешить Только Тем Людям У которых Я Учусь Если Я У них Не Учусь Если Не Пытаются Лезть В тот Род Деятельность Котором Я Занимаюсь Чему Меня Учить Это Очень Быстрый Бан Из Моей Жизни Не Всегда Так Конечно Бывает Но Сейчас Пасхалочка Уже Бесит Очень Бесит Особенно Когда Люди Непрошенные Советы Дают Но Непрошенные Советы Дают Это Не так Бесит Потому Что Ты понимаешь Человек Хочет Быть Значимым А Сам Он Себя Значим Не Видит Потому Что На самом деле Если Я вижу Себя Значимой Мне В голову Не Придет Тупо Кому Раздавать Советы Потому Что Я Понимаю Блин Это Мое Потраченное И поэтому Как-то Навязывать Просто Вот так Вот Свою Помощь Это Показывает Значимость Наверное Свою Которую У тебя Нет По сути Просто Сильно Считывается И Тоже Знаешь Когда Тебя Не Просит Советы Тебя Навязывают Человек Тоже Хочет Самоутвердиться Ты понимаешь В этом Все Даже Если Ему Кажется Что Он Благими Намерениями Это Все Делает Я Хочу Тебе Помочь А Тебя Просили Ну Да На самом деле Если Такому Человеку Отказать И Мягко Поставить На место Он Начинает Обижаться Здесь Захват Пространства Вас Это Бесит Сейчас Посмотрю Я Еще Сказала Пространство Захват Пространства Точно Это Вот Все Привлекающее На себя Внимание Очень Сильно Бесит Это Понимаю Что Вероятно У вас Харизма Сумасшедшая Которую Вы тоже Баетесь Проявлять Давайте Как еще Карты Мира Проявлять Ну Вот Тебе Пожалуйста А Вот Еще Прикол Что Вас Еще Бесит Когда Человеку Объективно Не хватает Информации А он Так Да Я Знаю Что Так Должно Быть Вообще Не Так Я Вообще Так Не Думаю Прям Продавливает Под Свою Точку Зрения Смотрите Двойка Жезлов Это Когда Тебе Еще Информации Не Хватает Пока Еще Не Собрал Короче Толком Тут Еще Наверное Некий Момент Про Мягкую Силу У меня Тут Немножко Проинциативило Как Можно Усилить Медитацию На Дьявола Но Я Буду Экспериментировать Со своей Группой Которых Повезу На Ретрит Вот Это Будет Прям Мощная Очень История Я Просто Поняла Короче Как Усилить Энергию Пятнадцатого Аркана Я Хочу Срочно Замутить Это Все В Женском Круге Очень Интересно Что Получится И Вот Здесь Как Раз Понимаете Информация О том Что Вам Кажется Что Вы В Дьяволе И Люди Которые Вас Бесят Тоже В Дьяволе Но Они Слишком Перегибают Палку Или Они Этого Дьявола Знаете Как Используют Не по назначению Совсем Или Не понимают Глубины Да Может быть Они слишком Поверхностные Вот Это Все Да Скорее Всего Может Вам Знаете Что Еще Бесит Господи Я Просто С этим Сталкивалась Пока Не поняла Что Это Мой Личный Триггер Я Знаю Что Большое Количество Хейтеров Считает Что Я Вообще Не На Своем Месте Нахожусь Я Конечно Понимаю Что Не Видели Меня Ниже Плинтуса Продающий Мандарины А Себя На Моем Месте Я Знаю Что Многие Об этом Откровенно Говорят Им Почему Кажется Вот Смотрите Это Как Раз Энергия Триггера Потратим Варианту Что Они Бы На Моем Месте Были Были Сильно Круче И Эффективнее Вот И Тут Наверное Не тот Как вам Сказать Это не то Что я Это Отлавливаю Потому Что У меня Там Какой-то Самозванец Он Конечно Есть Но Это Совсем Другое Я Поняла Что Случилось Почему Я Это Все Стала Ловить Потому Что В Какой-то Момент Я Задумалась Что Мне Очень Нужны Социальные Достижения Дипломы Собственно Какие-то Победы В всяких Конкурсах Выставках И так далее Почему Потому Что Я Задумалась У Определенные Документы Которые Мне Нужны Я Поняла Что Мне Данных Не Хватает И Когда Я С этим Столкнулась И Пошла Посмотреть Что По факту Происходит У меня Оживились Истории В поле Где Про меня Активно Говорят Что Я Не На Своем Месте Нахожусь Я Поняла Что На Своем Понимаете Вот О чем Здесь Мы Видим Энергию Карты Мира Да И Перевернутой Двойки Жезлов Кажется Вообще Очень Логично Все Очень Логично Все Здесь Они Такие Люди Или Себя Не Хотите Это Видеть Мы Как будто Знаете Еще Здесь Боимся Признать Чужой Профессионализм Потому Что Может Для Нас Это Конкуренция Мы Где-то Глазов Закрываем На Это Все Паша Смотрим Дальше Смотрим Дальше Окей А Кем Вас Окружающие Видят Окружающие Вас Кем Видят Окружающие Видят Вас Человеком Возможно В депрессии В каких-то Сложных Состояниях По десятке Мечей То есть Получается Что мы Вот как я вам Говорила Что мы берем Энергию Взаймы Хотя Нам надо Отдохнуть Мы уже Возможно Расфокусированы Мы возможно Что-то путаем Теряем Как бы Последовательность Событий И так далее Здесь нужно Отдохнуть И уж Ни в коем Случа Нельзя Делать Так Что Видно Что Что вы Слушайте Видно Что вы Возможно Ну как Сказать Может Это момент Выгорания Может Быть Это момент Просто Какой-то Усталости Может Быть Вы просто Нагружаетесь Большим Количеством Дел Которые Не тянете Да Но Все равно Здесь Желание Показывать Что у вас Типа Вот это Вот Все Хорошо И вот Ну понимаете Может быть Вас как раз Бесят Те люди Которые Прям Тоже Демонстрируют Что им Всегда Типа Все Хорошо Вот И вы Ну знаете Как неосознанно Вот эту маску На себя надеваете Типа Что Все Хорошо Но при этом Держитесь Из последних сил И вот Кстати На этой Счастливой ноте Мне приходит Сообщение Где Меня спрашивают А тебе Что Выгорание Не чуждо Там Как ты Держишь Баланс Вот Как это Мне Оно Мне Не чуждо Я вас умоляю Вообще При этом Слушайте Чуть не сказала Что чуждо Конечно Не чуждо Вот И когда Ты вот Это понимаешь Что оно Тебе Не чуждо Тебе Сильно Проще Жить Потому что Ты Можешь Всегда Оставить Свой Трон Перфекциониста И вернуться Тогда Когда ты Отдохнешь От своего Перфекционизма И он Тебе Снова Понадобится Понимаешь Трон Твой Он Как бы Держится На твоей энергии На твоих достижениях Он никуда Не денется Понимаешь Ну Здесь Вот Десятка мечей Что вы Показываете Что вы Транслируете Вообще Людям Меня нет Я Я не Отражаюсь Нигде В зеркалах Да Действительно Какое-то Ощущение Прямо Растворения Видно И совершенно Не замечаете Вот Поэтому Скорее все Люди Которые Притягивают На себя Внимание Да Они вас Очень сильно Жестко Бесят Тригрят Ну Пожалуйста Тебя Десятка мечей Да Собственно Четверка Пентаклей Это твой Сценарий Котик Мой Прекрасный Это твой Сценарий Не отвечивать Не отсвечивать И это твой Сценарий Наверное Энергетически Себя Не показывать Энергетически Себя Прятать Да Бояться Проявления Определенного Твой Сейчас Сценарий Вот он Такой Твоя Стратегия Да То есть Есть определенная Точка сборки Ты там Окей А кто На самом деле Кто На самом деле На самом деле Вы бы Очень хотели На сцену Вы бы Очень хотели Проявления Вы бы Очень хотели Я не знаю Там Купаться В центре Внимания В этих Лучах Славы Но Собственно Восьмерка Мечей Говорит Что вам Нельзя Но вы Почему-то Сами Решили Что нельзя И скорее всего Вот как-то Людям Это видно Они тоже Могут Говорить Что Слушай Вот Классный Потенциал Чего Не проявлен Это Почему Ты решаешь Что тебе Нельзя Тебе Можно Потому что Вот у тебя Даже есть Кинжал Чтобы Собственно Распороть Все эти Веревки И освободить Руки Вообще На самом деле По третьему Варианту Здесь просто Энергия Иллюзиониста И фокусника Да Еще и маг Ну Слушайте Может быть Здесь такой сценарий Слушайте Чтобы быть серым Кардиналом А на самом деле Это нет Мы хотим Быть в центре Внимания Вот Ну Слушайте Вы настолько Просто Пытаетесь Сейчас просто Слиться со стенами Как хамелеон Что я поэтому По две карты Вытаскиваю Потому что Мне нужно Все-таки Ситуацию Прояснить Давайте Восьмерка Мечей Кто вы На самом деле Ну вот Пожалуйста Тут серый Кардинал Тут серый Кардинал Тут как-то Просто Может быть Мы Не хотим Пачкаться Не хотим Своими руками При этом Да Есть определенная Маска Человека Да Он обладает Силой Энергии Какими-то Ресурсами Потенциалами Но он это Не показывает Он это Не показывает Кстати Собственно Людей Вы тоже Таких Выбирайте В окружении Окей Совет вам Да В этом всем Совет Баланс Все-таки Нам нужен По двойке Пентаклей Баланс Даю Беру Потому что Вы сейчас Больше берете Чем даете Как мне Сказал Собственно Мой близкий Друг Он говорит Что Я не люблю Нравиться Потому что У меня тогда Ощущение Что меня будут Бесплатно Юзать Ну Соответственно Будут пытаться Мне купить Там мой ресурс И так далее Да Я берет Очень не люблю Нравиться Хотя Очень нравятся Люди Боязнь На самом деле Проявлений Потому что Баланса Нет Кажется Что тебя Выжрут Условно Что ты Как парфюмер Выйдешь На сцену Тебе Разрвут Нолоскутки И поэтому Соответственно Что у нас Происходит Вот тебе Дается Энергия На достижение На выход Из тени Да А ты Значит Ее губишь Да То есть Такой Застой Энергии Застой Энергии Как бы Нет баланса Да Типа Если не дается Уже и не надо А тебе это надо Правда Тебе это надо И ты Скорее всего Себя убеждаешь Что ты Более эффективен Или эффективна Да В роли Как бы Вот этого Серого кардинала Но на самом деле Нет Ладно Давай еще Последний совет Я тебе даю По этой всей ситуации Четверка Шестов Пятежка Мечей Тут смотри Какая история Ну вот почему-то Тебе кажется Что если ты Яркая и красивая Или ты яркий И красивый Тебя там Собственно Юзают Да Все там Типа Хотят Все это Получается Что воруют Твое время Но Тебе Вот например Вот например Недавно Недавно работала С девочкой Она рассказывала Что пока жила Там с мужчиной У нее не ладилось Там финансово Вот А потом Когда он ушел Она говорит Как поперла Я говорю Слушай Было бы еще больше Если бы ты Просто в какой-то момент Не тормознула Да Что там О поперла Я хочу это Проанализировать Все Вот Потому что Вот пожалуйста Она была продюсером Своего мужчины Там толкало Двигало его Понимаете Он там Нормально себя чувствовал При этом как-то Даже не ощущал В этом всем ценности И соответственно Как только Вот он уходит А ей возвращаются Ресурсы Да То есть Освобождается Все это Пространство Знаете От чужой энергии От чужих задач Да Приходит время на свое Да И начинается Движение Такая вот Интересная история Да Потому что Кто вы на самом деле Вас-то видят Достаточно красиво Яркой личностью Но Почему-то считают Что вы прям Интриги плетете Но самое главное Что вас видят Красиво Яркой личностью А мы здесь Конечно Очень активно Прямо прибедняемся Потому что На самом деле Если Как это сказать Вам не ставят Достаточно Высокую планку Значит От вас Будет меньше Требовать Да Такая Интересная Позиция А с вами была я Ваша Нейроведьма Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok